всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз пришел цифровой мультиметр как здесь видно фирма китайская они марка м 118 данный мультиметр является автоматическим мультиметром измеряет различные величины как напряжение переменного тока так и постоянного тока сопротивление емкости дальше диоды разломка цепей силу тока то же самое как переменного тока так и постоянного тока и еще осуществляет поиск силового кабеля в розетках и так далее что и мы сейчас это все продемонстрируем сразу же хочу сказать что данный мультиметр относится к мультиметрам бытового использования ввиду того что данный мультиметр не зарегистрированы в госреестре средств измерения российской федерации поэтому если вы померили какие-то величины и они отклоняются от нормативных с допуском то бежать сразу же в суд нет необходимости нужно приглашать и брать тот прибор который именно зарегистрирован в госреестре российской федерации данные показания этого мультиметра не будет приниматься в соответствующих органов судах как достоверное измерение а в качестве бытового использования то есть вы можете померить если что-то у вас не попадает можете вызвать проверить другим прибором который будет в госреестре зарегистрирован это во-первых и во-вторых еще должны быть поверка этого прибора через определенное количество времени там год-два у некоторых приборов 6 месяцев и тому подобное давайте смотреть что пришло да кстати пришло это вот в таком виде сверху был только обмотан черный пакет дошло достаточно все благополучно почта россии есть конечно замятие возвращайте часть денег за покупки в алиэкспресс с кэшбэк сервисом летишопс это реальные деньги которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона будьте в тренде покупайте с кэшбэком от летишопс ссылка в описании смотрим коробочку такая коробочка стандартную судя по всему для всех приборов данного типа да кстати забыл сказать что данный мультиметр он является компактным люблю компактная вещь мало 10 и помещается практически в ладонь давайте вскрывать смотреть что находится внутри внутри у нас стандартно вот находится сам мультиметр вот он такого типа автоматически четыре кнопки тут есть возможность непосредственно включение осталось все продолжительное время нужно а сейчас нету там батареек батареек кичат поставим дальше ездить фонарик есть запоминание до 6000 показаний и тут тоже смена режима для нахождения силового кабеля внутри розетки например стандартные порты для измерения напряжения и так далее дальше силу тока и здесь вот продемонстрировано может посмотреть какие величины до каких пределов она может измерять данный мультиметр с обратной стороны стандартная ножка чтобы фиксировать на столе и здесь находится батарейки либо аккумуляторы дальше пришли два щупа ну здесь где-то длина их 80 сантиметров 78 сантиметров длина есть стандартные заглушки для того чтобы не окислялись и не пачкались ваши контактные щупы и пришла документация как обычно это вот на китайском языке мы отложим и на английском языке тут кстати можно просмотреть те сведения то может измерять продемонстрировано и также продемонстрировано какие пределы измерения и погрешность измерения и с обратной стороны объясняется что представляет данный мультиметр кто не знает английского милости просим смартфон google translate наводите камеру переводит вам этот документ давайте лишнее уберем и давайте сейчас заполним этот мультиметр батарейки и проведем некоторые измерения ну сначала здесь открывается стандартно при помощи отвертки но я при помощи ногтей и здесь стандартно укладываются два аккумулятор либо батарейки типа 3а то есть мизинчиковая и вот он уже запитал так вот такой мультиметр вот у нас включается автоматическом режиме показывает дальше здесь есть фонарик ну осветить конечно он помещение не может но то что вы каком месте замеряете свои показания чтобы вам светить куда у щупы тыкаете он конечно сможет верхняя часть и здесь есть еще подсветка экрана вот мы видим если в темное время суток где-то недоступных местах вы можете осветить и давайте посмотрим что здесь можно замерять здесь вот замеряется поиск соответственно силового кабеля сейчас мы это проделаю дальше здесь вот смена режимов автоматически замеряет постоянный ток замеряет переменный ток дальше сопротивление замеряет диоды по моему диоды следующие а перед этим емкость и обратно возвращается вот таким способом давайте сейчас мы крючок замеряем давайте проверим некоторые величины для начала давайте найдем силовой кабель и силовые кабели для этого вот возьмем подключенный силовый кабель включили давайте зонты подключим давайте определим напряжение так ну как видим и и давайте определим напряжение то здесь 19 вольт должно быть ну и как видим и так я вам продемонстрировал автоматический мультиметр фирмы анинг м118 и для бытового применения каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию в полном объеме предоставил вашему вниманию всем спасибо за внимание кому это было полезным всем удачных покупок распаковок то следующего видео и до свидания я я я я я я я я я